здравствуйте уважаемые зрители с вами канал фермер одиночка и сегодня мы поговорим о перепелах в условиях дачного дома я держу перепелов уже более двух лет за это время поголовье и разрасталось у меня я его сокращаю периодически переводил клетки с птицей в разные помещения но одно остается неизменным на мой взгляд это самая беспроблемная и самая результативная по отдаче птицы рассмотрим плюсы чуть подробнее первое сама птица довольно неприхотливой практически не болеет за все время содержанием но перепелов это единственная живность которую не надо было постоянно лечить самое страшное с чем пришлось мне столкнуться это одна из самок так подпрыгнула что раскроила себе голову об потолок прутья клетки да так сильно что кожа с черепа висела просто лускутом на боку видна кость черепа была белого цвета ну вовремя заметил вынул из клетки ну брызги крови просто были я сразу начал смотреть что с птицей не так вынул из клетки отсадил отдельно кровь останавливала обычной перекисью затем прижигал йодом выглядело все это конечно ужасно я думал что все конец потому что она и ну выглядела соответствующим образом лишнюю кожу пришлось удалить потому что все такое маленькое что там уже не зашить не приделать ну думал все но за четыре дня рана на черепке затянулась полностью ну такой то есть не кровоточила ничего такой пленочкой затянулась хотя белая кость черепа была еще довольно долго видна ну в общем по прошествии там полутора недель я птицу вернул в общую клетку так она у меня и ходила как в белой касочке такой и вот уже полгода благополучно несется то что перепела практически не болеют основным основными видами инфекционных заболеваний можно объяснить более высокой температурой тела птицы что создает неблагоприятную среду для развития возбудителей болезней второй плюс это перепелиные яйца перепелиные яйца можно спокойно пить сырыми просто вымав тщательно скорлупу советуют обдавать кипятком но я этого не делаю мембрана их яиц имеет более мелкие поры нежели чем у куриных и утиных яиц гусиных поэтому вредоносные бактерии тоже сальмонелла не может проникнуть сквозь эту мембрану нужно только убедиться что яйцо было не поврежденным в третьих перепела очень скороспелые птицы чуть больше месяца проходит для того чтобы вылупившийся птенец стал взрослой птичкой и начался период яйценоскости четвертый плюс высочайшая продуктивность птица несется практически без передышки при условии хорошего питания нормальных условий ей богу иногда хочется им просто крикнуть волшебный горшочек не вари или как сказки про золотую антилопу взмолиться просто жалься довольно потому что вот даже сейчас у меня сейчас под зиму я оставляю чуть более 50 птиц из них восемь самцов эти это количество у меня приносит по две полные кассеты рассчитаны на 20 штук ежедневно то есть зачастую просто не успеваем это все перерабатывать использовать пятый плюс условия содержания птица может жить и успешно нести яйца даже при очень плотной посадке в клетках шестое достоинство перепелов это диетическая ценность диетическая ценность получаемых от них продуктов это прежде всего перепелиные яйца мясо перепелов очень полезные витаминные продукты к тому же они гипоаллергенны так что стоит обратить внимание если вас интересует поддержка своего здоровья я уже давно полностью исключила своего рациона куриные яйца заменив их перепелиными это очень легко расчет такой когда блюдо какой-то готовите одно куриное яйцо равно пяти среднего размера перепелиным яйцам седьмой плюс при наличии недорогого бытового инкубатора вы можете за месяц сами вывести себе перепелят если в этом возникает необходимость то есть вы сами можете воспроизводить свой поголовье и регулировать его при этом уже имеющиеся у вас перепелки все это время будут усердно нестись несколько слов о проблемах при содержании перепелов на даче до возникают некоторые проблемы их немного и с ними со всеми можно мириться учитывая общую пользу от этих маленьких дружников во первых самцы перепела орут истошно по поводу и без начинают перекрикиваться при малейшем источнике света выходом является держать только самок но тогда вы остаетесь без собственной инкубации еще как вариант отсаживать и изолировать самцов перепелов и использовать их только на период когда вам нужны яйца для инкубации во вторых определенный температурный режим необходимо создавать перепела рекомендованная температура для взрослых птиц чтобы неслись нормально в диапазоне от 18 до 24 градусов так что думаете во во-первых как в зной летний уберечь от повышения температуры потому что у меня некоторые птицы в этом году там было полтора недели когда температура ушла за 28 градусов сбросили перья но ничего боленькие бегают и также думайте заранее как зимовать будете или же придется птичкам переехать в морозилку вам в следующем году приобретать новых перепелят ну благо что им нужен ультра короткий срок чтобы начать нестись чуть больше месяца третья проблемка птица жутко неаккуратная обожает разбрасывать корм готовьтесь к тому что много комбикорма придется просто выбрасывать лучше сразу заботиться кормушками с грамотным вортиком от разбрасывания четвертых при определенных условиях возможен каннибализм и выдергивание перьев у сородичей ну тут при чрезмерной агрессии зачинщика в морозилку регулируем световой день ну а на выщипывание я честно говоря внимание не обращаю но ходят розовые птички и пусть себе ходят на носкость это вообще никак не влияет главное чтоб крови не было за этим надо следить пятая проблемка с которой пришлось столкнуться это когда птенцы совсем маленькие буквально первые три-четыре дня жизни бывало тонули в обычных стандартных вакуумных поилках под перевернутую банку казалось бы там желобок небольшой но эти неугомонные тараканы ухитрялись там тонуть решается это просто покупаем совсем неглубокую вакуумную поилку есть такие они отличаются стандартных высотой бортика и плюс к этому я вырезаю из подходящей по размеру пластиковой тары или одноразовые пластиковой глубокой тарелки специальный фартук который надеваю на банку опускаю в питьевой желобок таким образом он сужается так что помещается только клювик для питья птенца а головка уже не пролезает шестой ну и пожалуй последний такой минус хотя это даже не минус а скорее особенность это то что одомашненные перепела которых мы выращиваем полностью утратили инстинкт высиживания яиц и если вы захотите обновить скажем поголовье то придется прибегнуть к помощи бытового инкубатора хотя это не доставляет особо хлопот особенно если инкубатор оснащен устройством автоповорота яиц и специальной решеткой для перепелиных яиц иногда ее достать кстати не просто стандартно инкубаторы бытовые комплектуются решетками для куриных яиц я сам покупал эту решеточку с рук на авито итак подведем итоги перепела это просто корми по и собирая яйца убирай поддоны и выгодно яйценоская продуктивность выше всяких похвал я для себя могу сказать с уверенностью что от перепелов уже не откажусь ни при каких обстоятельствах только буду регулировать необходимое мне поголовье так что рекомендую тем кто еще не решается попробовать завести перепела в своем приусадебном хозяйстве рискнуть завести хотя бы 20 птичек такое количество отнимет у вас место примерно равной клетке занимаемой ну морской свинкой или сирийским хомячком и я полагаю что перепела станут неотъемлемой частью на вашей жизни спасибо за просмотр и до новых встреч спасибо за просмотр и до новых встреч